День памяти пострадавших в ДТП День памяти пострадавших в ДТП городские власти подарили малышам возможность выучить, а тем, кто не знал, понять правила дорожного движения. Организаторами праздника выступили Министерство по делам молодежи и спорта совместно с Управлением Государственной автомобильной инспекции ДНР при поддержке Донецкого центра технического творчества детей и юношества. Благодаря их усилиям подрастающее поколение Новороссии получило возможность узнать азы правил дорожного движения в веселой и игровой форме. Ощущения от этого мероприятия, конечно, радостные, что дети понимают, они хотят изучать право дорожного движения. Они понимают, что это большая проблема, и понятно, что жизнь загубленная – это слезы, горе, разочарование. Понятно, что все понимают это, и ощущают память, и своим действием показывают тем, что они хотят знать право дорожного движения и избежать таких страшных аварий. Мы хотим, чтобы наши дети развивались технически, были развиты во всех направлениях. И то, что здесь, на соревнованиях, сближает и дружит эти дети – это очень большое дело. Ради этого мы должны работать, ради этого мы должны стремиться, ради этого мы учим и понимаем, что наши дети – это наше будущее. Подобные мероприятия привлекают внимание граждан к печальной статистике, которая утверждает, что во всем мире в результате ДТП ежедневно погибает более трех тысяч человек и около ста тысяч получают серьезные травмы. В ходе акции сотрудники Государственной дорожной инспекции ДНР поделились с детьми информацией по безопасности уличного движения. Провели викторину среди участников мероприятия на знания нормативов, которые способны спасти им жизнь. Кроме того, воспитанники Донецкого центра технического творчества детей и юношества продемонстрировали свои навыки вождения картинга и маневрирования радиоуправляемыми моделями, которые были сделаны их руками. Меня зовут Артем. Кто ты у нас? Овчинников. Это понятно. А кого ты представляешь на сегодняшнем мероприятии? Не знаю. Ты гонщик? Да. Тебе нравится? Да. Ты правила дорожного движения изучаешь? Да. Знаешь? Ну, да. А соблюдаешь? Да. Честно? Да. Молодец. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Организаторы акции уверены, что подобные мероприятия приносят огромную пользу для всех граждан и способствуют успешному повышению грамотности в правилах дорожного движения. Ой, мысли вообще? Да. По организации мы помогали в проведении этого мероприятия, для того, чтобы решить все ребята, чтобы создать свои... Чтобы все работало, чтобы у них были батарейки, чтобы провести праздник и подарить им какие-то подарки. Мы на первом соке 24-го числа зажгли огонь свободы, да, и эту искру, этого огня мы хотим передать в каждый город, из города в город. Что мы сейчас и будем делать? Немножко в Донецке, потом по остальным городам, чтобы там тоже как-то людей немного вдохновить, помочь им, и чтобы, ну, как-то налаживалось жизнь. Дмитрий Подорожник, Дмитрий Русский. Специально для Новороссия ТВ. Дмитрий Подорожник, Дмитрий Русский.